И, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWire. С вами снова Joy, мы продолжаем наше приключение на челе с Биллом и Скиппи. Я надеюсь, к нам присоединятся новые поселенцы, и пока что наши старички только лишь разворачивают различные новые постройки, глядят на снеговиков, хорошо проводят время. У нас появился второй ветряк, кстати, я с планировочки забыл удалить вот этот кусок. Чёрт! Нет, дорожку я оставлю пока. Я не думаю, что я пока буду заморачиваться и строить здесь сразу комнату вокруг геотермального генератора будущего, потому что, во-первых, нам будут очень сильно нужны ресурсы в огромном количестве, в том числе золото. У нас, кстати, чуть-чуть есть золото для того, чтобы построить этот геотермальный генератор. Я не помню, сколько он требует. Мы, кстати, можем вернуть Скиппи на исследование. Я убирал его с учёности, потому что в комнате было безумно холодно. Но теперь здесь двадцатка, и... Чё бы... Чё бы не заниматься? Геотермальный генератор. Тут, к сожалению, не пишется, сколько ресурсов нужно. Его сперва надо изучить. Давай закончат Скиппи с гидропоникой. Я даже не знаю. Мы же, скорее всего, не сможем обеспечить гидропонику энергией до того, как изобретём геотермальный генератор. Возможно, я поторопился, и... И оно того не стоило. Эта комната, кстати, достаточно тёплая стала, на удивление. На улице всего минус сорок. Билл, пока ты чилишь, займись переплавкой. А почему нет? Во-первых, это, по-моему... Это не улучшает ремесло? Нет, разбор не улучшает ремесло. Ну ладно. Это освободит кучу места на складе. И добавит нам стали. Что очень важно. Много? Где-то двадцаточка, что-то около того. Пятнадцать-двадцать. Возможно, в этой комнате стоит сделать пол. Но я не хочу тратить весь известняк. Если нам придётся строить комнату с гидропонной всякой станцией, там потребуется огромное количество ресурсов. И огромное количество стали понадобится на каждую эту ванночку для посадки. На каждую гидропонную канистру. Гидропонная ферма называется. Вот. 70 ватт потребляет. Но самая главная проблема в том, чтобы обеспечить работу гидропонной корзины, нам необходимо установить солнечную лампу, которая, в свою очередь, требует почти 3000 ватт. Геотермальный генератор 3,5 вырабатывает. То есть просто геотермальный генератор будет обеспечивать работу одной лампы такой. Но в целом, сколько там? 10 штук можно разместить вокруг одной лампы? То есть теоретически нужно 4 гидропонных... Как это называется? Гидропонных фермы. 4 штуки на одного поселенца. Чтобы что-то там полезное поворачивать. Может быть, может быть, все даже не так плохо. Билл, у тебя слишком много свободного времени, что ли? А, все? Ты все переплавил? Ты все переплавил, что ли? Переплавить броню. Давай тогда следующий уровень. Мы будем уничтожать одежду, которая... С трупов. Я думаю, такой у нас есть много. Она стоит копье. Одежда, снятая с трупов, стоит просто какие-то безумные копейки. Но когда ее аккумулируется огромное количество... Наверное, мы можем разбирать... Уф, я погорячился. Мы можем? Подожди. Это мод какой-то должен быть, чтобы разбирать одежду на лоскуты? Изготовить лоскутную кожу можно... Это сшито из нескольких кусков кожи. А разобрать одежду? Нет? Я вижу переплавить броню, но это имеется в виду броня, которая какие-то бронепластины в себе содержит. Типа бронированные штаны и прочее к тому же. Ну-ка, ну-ка, подожди. Подожди, тут идет разбор. Может использована без электроэнергии машинка быстрого пошива одежды. Это не то что... Не пошив. Не пошив. Стол с инструментами для сборки механических изделий и разборки трупов механоидов. Работающие от электричества кузня для производства не механического оружия и инструментов. Сойдемся на том, что я... Возможно, это видел в каком-то моде, где можно разбирать одежду. Но, скорее всего, я не прав. И по бороде куча ресурсов идет... Всегда начнете умничать в комментариях, чтобы я не сделал. Так что, какая, собственно, разница? Главное, что мы уменьшим цену нашего чертового поселения. Три цента стоят? Вы что, офигели? А их... Целых пять штук. Не-не-не, это надо уничтожать. Билл приуныл. Есть исследования. Геотермальная энергия, поехали. Это будет очень долго. Это будет очень долго, потому что... Три двести. Эх. Три... Нахрен двести. Офигеть. Окей? Окей. Окей. О-о-о. А, что, мы год прожили? Ребят, ну, поздравляю. Поздравляю с юбилеем. Мы можем с помощью ачьиментов вызывать различные события. Притсумонить рейд. Например, торговый караван. Торговый караван было бы просто безумно. Давайте это сделаем сейчас. Торговец оружием! О-о-о, нифига себе, они каким здоровым паком еще прут сюда. Ребята неплохо заряжены. Так, у нас все барахло находится внутри нашей территории. Так что, Билл, у тебя самый высокий уровень общения. Как минимум. Иди поторгуй. Может быть, мы чего-нибудь полезного выторгуем. Он торговец оружием, значит, он может кучу барахла у нас забрать. Например, эми-гранаты. Это одноразовое мероприятие. Это просто две гранаты у нас. Да? Они же не бесконечные? Я не уверен. Длинный лук, дубина из дерева, булава из дерева. Можем купить медикаментов чуть-чуть. Эми-снаряды. Снайперская винтовка. Дымовой гранатомет. Ну, мы его оставим. Мы его оставим. Пояс-щит. Крутая штука, милишная. Дымовые шашки. Тоже приятная штука. Развед-шлем. За 829. Ракетница судного дня. Полторы тысячи. Эта штука может закончить рейд. Так, а снайперская винтовка? Подожди, а чё она такая неточная? Нормальная снайперская винтовка. Удивительно. Это они не хотят у нас покупать. Засранцы. Длинный лук. Хм. Я ожидал большего от этих торгашей. Золото они могут только купить. Продать не могут. Я не уверен, сколько нам нужно на геотермальную эту... Эту... Лобудень. Штук 5, может? Не уверен. Дымовой гранатомет прибережем. Развед-шлем. Я не думаю, что его стоит брать. Это офигенная штука. Поймите меня правильно. Она не особо хорошо изолирует от холода. Нам в этот сезон это не надо. Она спасает от неминуемых хедшотов. Это да. Но она увеличит рыночную стоимость на 500. Блин, наверное, есть смысл. Наверное, есть смысл взять. Наверное, есть смысл взять. И чтобы Билл... Надел развед-шлем. Насколько он хуже обычной шапки? Он... Ну, 5 градусов потеряли. Ну, ладно. Особо больше ты ничего не попишешь. На улице всего минус 21. Так что я не думаю, что кто-то из них нокнется от холода. Мне нравится, как постоянно ломаются солнечные аккумуляторы. Вот эти солнечные батареи. При том, что они никакой пользы вообще не производят в этом мире. До минус 59. Хотя... Статы чуть-чуть лучше. На средней дистанции 99% точность стрельбы. 25 клеток. Удивительно. Для меня это все удивительно. Билл стоит. Прекрасно. Его опять 3 раза оскорбили с Киппи. Ого, меня Скиппи доводит. Еще было интересное событие с листьями дыма листа. Которые я хотел бы продать в большом количестве. Но, к сожалению, эти торговцы не хотят. Мы можем накрутить косяков. И с помощью этого поднимать настроение поселенцам. У Скиппи опять истерика. Ничего нового. Билл, можешь починить вентилятор? И починить кровать? Не могу сказать, что что-то другое нам важно. Окей. Чинить будешь сам. И теперь у него раскаяние на целых 3 дня. Полярные волки мигрируют. Ооо, ребята. Надо огрить. Надо огрить пока торговцы. Надо огрить. Мне кажется, мы не успеем. Пожалуйста. Он нападает? Выглядит так, как будто он нападает на лиру. Господи, да попадите вы, умоляю. У нас есть шанс загреть на торговцев огромное количество волков. Ну, попадите разок. Ох. Такой дышный болваны. Так, вот этот идет сюда. Я знаю, что это не средний дистанц. Есть попадание. Есть два попадания, но они не сагрились. Попытка была хороша. Можем сейчас попробовать вот в этого еще пострелять. Окей. Ну, она одна мстит. Какова вероятность попадания? 18% Убила. 52. Окей, одну хотя бы убили. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Можем ли мы... Мы одну ранили. Она, возможно, погибнет. Можем поохотиться на эту. Я знаю, что это вообще какая-то суперопасная идея. Я абсолютно с этим не спорю. Удивительно. Это было попадание. Я надеюсь, они в затылок друг другу не накидают случайно. Хитрые звери. О, господи. Ладно. Этот когда-нибудь... Она уходит с карты, да? Нет. Стопэ. Стопэ. Я понимаю, что это... Самое унылое, что можно сделать. Есть. Так. Скипи. У тебя хуже с настроением? Бил. Билл. Билл. Бедный. Билл! Перенеси. Я совершенно наоборот хотел сделать. Сколько тебе еще осталось? Большая потеря крови? Есть. Отрубилась. Скипи. Перенести. Покушай. И я знаю, что ты хочешь отдыхать. Но у нас есть еще одна кучка мяса. Черт возьми, это большая удача. С них не так много еды выпадет, как, например, с ленивца или с какого-нибудь крупного зверя. Но это еда, которую сможет кушать Скипи и не бесить нам голову. Так, чисто по факту. Хорошо. Ха-рошо. Внутри... Внутри просто прекрасная погода. Двадцать пять. Мы что, на Таити? В комнате с гейзером вообще до сорока поднимается, когда он выстреливает. Офигеть. Билл, почему тебе плохо? Неприятное место? Тебе комфортно, что ты? И давайте зафигачим, наверное. Я вот сейчас... Я все думал насчет развлечений. Надо им добавить шахматный стол из... Почему мы не можем сделать шахматный стол из известняка? Потому что у нас нет известняка? Билл, сделай чуть-чуть камня, пожалуйста. Мне нужно проверить. Что за... А, теперь можно. Окей. Сколько там надо? Семьдесят. Окей. Окей, окей, окей. Пусть Билл напилит. Люди-носороги, давненько и вас не было... Охренеть. А, это еще и сеперы. Похоже, они хотят пробить брешь в защите вашего поселения. Это копатели. Во-первых, они все милишные. Абсолютно никаких вариантов, что кто-то из них замерзнет. Их девять человек. У нас не так много вариантов. Поэтому мы будем... У меня очень плохое предчувствие по поводу этого рейда. Мне кажется, на этом закончится наше прохождение. Девять человек, это... Достаточно серьезно. Ну, будем надеяться, что ребята что-нибудь выстрелят, а там попробуем их как-нибудь разбайтить. Наверное, было бы хорошо сделать какие-то ловушки и подготовиться получше. Мы... Подожди. Можем попробовать успеть сделать турель. Сколько она требует работы? 80, 20, 30 работ и всего? Да ладно. И мне кажется, они не дадут Биллу построить ее. Хорошая мысля приходит опосля. Оп, Билл. Похоже, что мы умираем. И на этом заканчивается наше прохождение. Вау, это была не задача. Насчет турелек надо было подумать раньше. Мы однозначно не спасемся. Это факт. И все. И г-г. Они нас украдут, интересно? Нужен врач? Даже не сомневаюсь. Они... Да, они... Они воруют Билла и Скипи. Вау. Вау. Что ж. Это был челлендж. Они бросили Скипи? Не, они его выносят. Окей. Все поселенцы либо мертвы, либо ушли. Конец истории. Возможно, кто-то другой сможет найти применение руинам этого места. Вау. 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 Это было чертовски прикольно. Наверное, если бы у нас была пара-тройка турелей, ситуация прошла бы проще. А тем не менее, ребята. Это слишком смешно для меня. Если у вас есть идеи для прикольных челленджей... Как бы идея-то была вообще, в принципе, продержаться один год в этих холодах. И один год мы прожили, и это было неплохо. Мне понравилось. Мне понравилось это приключение. Мне понравились ваши отзывы. Если будут идейки на какие-нибудь новые челленджи, обязательно напишите об этом в комментариях. Не забудьте вступить в Дискорд-канал. Там самые крутые люди на свете. А я... Ну, мне надо... Мне надо переосмыслить одну-две вещи в этом мире. Тем не менее. С вами был Джонни, специальный канал JoyWare. Большой привет мертвецу, который долгое время является главным ведущим спонсором на самой высокой ступени. Дядь, привет тебе. Большой. Очень ценю. Если хотите присоединиться к списку спонсоров, кликайте по ссылочке в описании. Не забудьте вступить в Дискорд-канал. А в остальном, наверное, да, с вами был Джонни в этом челлендже 500% чила, в котором мы смогли прожить год. И в некоторые времена было минус 90%. Большое спасибо еще раз за то, что присоединились. С вами был Джонни, специальный канал JoyWare. Увидимся в новых сериях наших приключений. Желаю вам всего хорошего и пока-пока.